Passive voice – страдательный залог. В английском языке два залога. Это действительный залог – active voice и страдательный залог – passive voice. Например, this house was built in 1961. Этот дом был построен в 1961 году. «Was built» будет пассивным залогом, потому что сам дом при этом не участвует. Он был построен кем-то. Somebody built this house in 1961. Somebody – это будет подлежащее. Кто-то построил. А this house будет дополнением. Построили этот дом. Когда используется passive voice, то дополнение становится подлежащим subject. This house was built. Когда мы хотим сказать, кем совершается действие, нужно использовать предлог by. If we want to say who does or what causes the action, we use by. Examples. This house was built by my grandfather. Этот дом был построен моим дедушкой. By my grandfather. Следующий пример. Two hundred people are employed by the company. Двести человек были наняты компанией. Кем наняты? Компанией. Поэтому используем предлог by. By the company. Как образуется passive voice? Страдательный залог образуется с помощью глагола to be, который нужно поставить в нужное лицо, число и время. И третья форма глагола. Ее также называют participle to. Формула выглядит так. To be плюс веб 3. Первая часть to be изменяется по временам. А веб 3, то есть глагол в третьей степени, это неизменяемая часть. Настоящее простое время. Present, simple, passive. To be делится на m из a и плюс глагол в третьей форме. Рассмотрим пример. Somebody cleans this room every day. Кто-то чистит его комнату каждый день. Это активный залог. В пассивном залоге this room становится на первом месте, становится подлежащим. This room is cleaned every day. Эту комнату чистят каждый день. Прошедшее время. Past, simple, passive. Здесь to be делится на was с единственным числом и were с множественным числом. И так же глагол в третьей форме. Пример. В активном залоге. Somebody cleaned this room yesterday. Кто-то убирал его комнату вчера. В пассивном залоге this room встает на первое место. Комнату убирали вчера. This room was cleaned yesterday. Future, simple, passive. Будущее время. Здесь после will встает be. И так же добавляется третья форма глагола. Например. Somebody will clean this room later. Кто-то будет убирать его комнату позже. Will clean. В пассивном залоге. This room встает на первое место. This room will be cleaned later. После will встает be. И глагол добавляется окончание ed. Present perfect passive. Have has, как всегда употребляется в present perfect. Плюс been и плюс третья форма глагол. Пример. The room looks nice. Somebody has cleaned it. Комната выглядит хорошо. Кто-то убирал ее. В пассивном залоге. It встает на первое место. It has been cleaned. Здесь проще. Просто нужно поставить дополнительно been между has и cleaned. Легче всего понять пассивойс, используя таблицу. Present simple или present indefinite. Am is a. Плюс глагол в третьей форме. Past simple. Was where. Плюс глагол в третьей форме. Future simple или future indefinite. Will плюс be. Плюс глагол в третьей форме. Здесь плюс третья форма глагола. Теперь continuous. Present continuous. Am is a. Потом добавляется been. И плюс глагол в третьей форме. Present perfect. Have has плюс been. И плюс глагол в третьей форме. Past continuous. Was where плюс been. И плюс глагол в третьей форме. Past perfect. Had плюс been. И плюс глагол в третьей форме. New future perfect. Will плюс have плюс been. И плюс глагол в третьей форме. Видно, что у всех continuousов, и у present continuous, и у past continuous добавляется been. А у перфектов у всех добавляется been. An old woman feeds the pigeons. Старая женщина кормит голубей. Это present simple. Будет the pigeons are fed by an old woman. A burglar broke the window. Это past simple. Правильный ответ. Was broken. Третье. Someone has made a mistake. Кто-то сделал ошибку. Это present perfect. Просто вставляем been. Has been made. Четвертое. Everyone is going to love her. Каждый собирается любить ее. She is going to be loved. Is going остается так же. И добавляется глагол с окончанием иди. Cervantes wrote Don Quixote. Don Quixote was written by Cervantes. Это past simple. Шестое. She is helping my sister. Она помогает моей сестре. Это present continuous. Памела will drive the bus. Это future simple. The bus will be driven by Памела. Восьмое. I was watering the plants. Я поливаю цветы. The plants were being watered. Можно себя проверить. Все верно. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...